Субтитры делал DimaTorzok Слушай, а вот эту штуку по слову лука надеялся Скажи, что с чем делал-то? Набинетаем обстановку Он просто в ванной забыл, мне кажется Кому достанется в шоке Кому будет в шоке Мне кажется, ты вправе отказаться Сколько раз говорили? Блин, на самом деле Если что-то у нас не правило О котором мы говорим Ну, все с трудно Вот так, вот так Ну, как-то нам должны были зачитать за вещами Нам его вообще читать Читаем Вообще, на самом деле Сейчас может получить каждый Возможно, и у меня могут прибавиться проценты А у Вас Васичи уйти Потому что сегодня было, что у меня было больше всех в один момент А у Вас Васичи не было Поэтому сейчас может измениться картина вообще Ну, абсолютно То есть в 8 часов мы узнаем о голосовании Ну, потому что Юра должен носить только сутки эти штуки И сутки заканчиваются в 8 часов То есть сейчас Изольда пришлет нам голосование Как оно было окончено? Да Так бутылки не выкидывать, они нам нужны для стакана Да Почему мы не можем взять вот эти вот стекляшки? А сколько сейчас время? Я жду, когда Изольда пришлет нам результаты Без 5-8 То есть через 5 минут Изольда пришлет нам, кто наденет свой шокер? Там не 8 ровно было вчера, где-то в 8 часов так было Да Но мне кажется, сегодня она будет точна Это можно выкинуть, Вась Васич? Да Почему не… А ты не будешь облитовать что или упаковку от сосисок? Нет, почему не суетится Когда Макс начинает суетиться, у меня все начинает суетитьсяitaire У тебя начинает двоится, да? Да, у меня начинает творится все Когда Максим суетиться, у Ксюши в глазах двоится Когда Максим суетиться, у Ксюша в глазах двоится Мне кажется, что почему-тоiş-то беспокойство нас одоливает И что-то такое будет происходить Ой Илия за тебя буквально на 5 процентов ли а ты завершена не опередила вас васич и что это значит и надевай шокер ни фига себе давай ну как на девочку можно одеть шокер это вообще что ли говорил не будешь надевать как можно шокер одеться на девочку это же больно да я сам сниму подожди может я не хочу тебе отдавать в смысле ты не хочешь мне отдавать тебе 17 процентов и чё смирись что я оказалась круче в этом раунде ты перехватила всех манек спасибо ребята вы мне очень польстили нет подожди вы признали что по сути по сути дела не в шокере а по сути дело в том кто лжет зритель то есть смотрите думает что хитрец который знает как забрать все наследство да мы его получим и почему-то люди считают что это я спасибо что вы думаете что я такая хитроумная спасибо нет подожди ты мне госты имеешь право отказаться потому что где какие-то документы что наша бабушка давала соглашение на то чтобы нас мучили здесь электро шокерами потому что это вред людям потом скажут что если я не одену шокер никто не получит наследство и все начнут подожди наша бабушка ты уверен что бабушка давала на это согласие я думаю когда она заключала контракт у нас такого пункта не было мне почему-то так кажется нам никто правда не показал мы все ждем эти условия завещания нету и почему-то нам уже дают шокер какой такой причине я не понимаю либо я дура либо вы дураки ли зрители же не голосовали не просто так значит они реально считают что ты схитришь здесь немножко да я считаю что вот эти смотрители они вообще не знают какая здесь картина происходит нашем доме они понятия не имеют и просто судят по каким-то другим вещам это сгустых субъектов там вася вася 3% конечно потому основанных вообще ничем абсолютно ничем может быть они что-то видели по камерам если они за нами смотрят и знают что ли что-то знает больше чем мы на самом деле они могут быть фашистами они могут захотеть посмотреть как девочку будет делать хорошо бы как она будет порчиться к примеру потому что же это очень весело это просто аморально с одной стороны и так поступают только конченые люди но почему-то у нас россии считается это весело так не хочет задаться вопросом почему смотреть или думают что именно ли хитрить потому что именно ли приходит видение ей пришла милана намного что знает ну а почему ли не говорит что я не знаю просто не хочет значит говорить значит зритель который нас смотрит он увидел это что ли что-то знает и поэтому так проголосовали но ли нам не хочет почему-то сознаться по сути по сути смотрители считают что и я тоже что-то знаю но скрываю потому что из-за нее не за меня потому что вы видели милану возможно вы знаете что-то больше ребят а то есть они возможно подумали что вы раньше встречались с миланой с ней договорились знали что вас привезут в этот дом нет фишка в том что они думают что если мы что-то не говорим если мы что-то не говорим значит мы что-то скрываем значит по сути априори мы лжецы если мы что-то не говорим искрано принципе я вам все рассказал все как есть да я не говорю как бы по какой стаке я сидел бы это вас вообще никак не касается почему мы же с тобой живем уже в этом доме сколько селестим рост давайте запишем нужно разобраться во всем сейчас я ксю марку во всем разберусь я сам не понимаю куда все ушли опять по комнатам может быть у них случился коллективный понос подожди подожди ты говоришь я скрытная личность вспомни свои первые три дня ты вообще никому ничего не хотела говорить вообще и до сих пор значит и тоже скрытная личность ну ты ж ну как чем я отличаюсь от тебя плане того что я какую-то информацию не выдаю все же все же помнят как все практически ничего никому не говорили пока ты будешь к нему привыкать пока ты будешь привыкать к нему будет жжет много поджигать тебя но ты не бойся ты и ты привыкнешь к нему чуть-чуть не дергайся это какая рука это правая рука да лучше на правую руку потому что с левой руки все ты вообще не бойся знаешь что вот когда будет жить попробуй сжимать руку сильно короче если будет жжет но единственное что ты будешь ощущать такой вот немножко но неприятно чуть-чуть сначала потом немножко будет это под успокоишься а потом эти расскажу кое-что там главное это быть готовым просто держится он болтается да не бойся ничего все будет нормально если чё я могу опять взять себя просто если захочешь и потусуясь с ним но ты будь мужиком я знаешь как вы знаешь как мне помогает и короче веселюсь когда учета происходит я просто начинаю обалдеть и как-то это просто к себе прислушиваюсь и становится весело немножко вот как бы не бойся все погнали а мы вообще должны это делать не знаю но видимо должны 1 сезон так отстак решила вождение как я мог сделать какой-то план если я буду в мешках решения свободы ребята поздравьте лию костяне вы не скажете почему так дует да очень сильно дует просто адски непонятно почему у нас окно ванная закрыта нет скажи ты хитрить что-нибудь не может быть на улице не знаю чего знаешь ты может на улице так зритель считает почему я понятия имею может потому что они зрители не обманешь которые смотрят нас люди их не обмануть со стороны виднее хорошо давайте разберем другой вопрос законно ли это вообще то что они надевают на наш шокер это точно незаконно тогда сними его больно да ты что алия все нормально подожди 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 лишь что ли расскажи что чувствуешь ну скажи весь хоккар надо не весь давайте о чем-нибудь другом думать я не знаю разговаривать просто не понять откуда дует а мне вот просто интересно как люди которые абсолютно не знают ситуации вообще ничего не знают в принципе просто зашли такие дай-ка я просто вот проголосую за тебя потому что там ты мне просто не нравишься или говорит не так как мне нравится ты выжжить понятия не имеете что действительно правда а что ложь вы не знаете ситуации даже я не знаю что здесь происходит но вы почему-то берете на себя право судьи и выбираете то есть вы же могли бы просто никак не участвовать и никто мог мог вообще никто не голосовать но нет вы почему-то считаете что у вас есть право судить супер субъективное мнение всегда рулит урод ну вот это вот понимаешь ну за но зачем что это дело не провоцирую не нагнетай а сама в конце вот ты меня понимаешь теперь а вот скажи вот ты меня сейчас понимаешь ты понимаешь да что это за хрень я понимаю это хрень ващение так так что чувствуешь скоро сжаться будет внутри там ну ты ладно держись давайте не акцентировать на этом внимание все будет клево ну как не акцентрировать что они вообще о себе вздумали что они себе позволяют я так понимаю что никто ничего не знает просто зашли проголосовать это как хлебоизрелище но это же прикольно посмотреть как на кого-то одевают шокер а если они еще им управлять могут так это же с ума сойти как клево ну да короче сегодня шел второй день когда я избавился от этой штуки и это честь честь перешла я вот видишь в руки ли я вообще не понимаю может почувствовать что чувствую я максим объяснить ты че реально можешь ее отключить как-то вообще хреначит ходить пока что с рукой стало можно бы да найти источник питания где-то находится ну то есть кто этим управляет короче вот надо тут синяки легкие легкая гематома здесь ожог появился вот он если вы видите я сегодня его расковырял вот это все болит часть анимела я не чувствую а ты сейчас придет снова хреначит вот еще надо то можно что-то хреначит постоянно а тут еще девочки будет хреначить вообще прикольно да сними его и все никто тебе ничего не сможет сделать по какой причине это происходит я не понимаю а прикиньте с максимумом что-нибудь сделать нормально и все будет в порядке нет там да я же дороги не трогай давай ты просто не будешь трогать пожалуйста кто-то наверное видишь что ты трогаешь не хочешь чтобы взламывать или что ты там хочешь делать не надо нет я считаю что это несправедливо по какой причине бабушка не давала согласия на то чтобы нас здесь били током я в это уверена и только как пожалуйста если вы слышите покажите подтверждение того что нас могут бить здесь током это не законно вообще мне палец ударил почему вы никак не отреагируете сними это я это со вчерашнего дня сейчас я сниму это я объясню что будет дальше что будет дальше и Зольда напишет если вы не будете исполнять правила я не отдам вам наследство какие не правила а потом кто-нибудь меня загрызет и скажет ну мы же тут все ради наследства давайте я наследница значит я здесь нахожусь значит я наследница но ты же а где и выполнишь все а где бумага о которой бабушка пишет о том что нас могут причинять нам какие-то физические над нами какое-то нести физическое насилие где эта бумага и Зольда не предоставила нам ее почему ну подожди вот ты сейчас говоришь ты все правильно говоришь а теперь смотри и Зольда слыша это слыша это быстренько говорить своим помощникам накидай бумагу о том что им можно а что нам можно делать такую кресть и не хочет эту бомбу по законам если в наследстве не прописано ничего подобного ни в каких адвокатских прости адвокатских конторах нету такой услуги насилием ну добиваться наследства это статья нет нет я про другое я про то что так в общем алло послушайте меня пожалуйста сейчас давайте просто все проголосуем кто хочет чтобы я сняла и кто хочет чтобы я оставила это я хочу чтобы ты сняла кто еще хочет чтобы я сняла я хочу чтобы она сняла мы все хотим чтобы ты сняла тогда я снимаю и мы все вместе смотрим последствия да да давай я тут не подопытный кролик не нужно вот это нас травить да мы ничего не боимся слушай ну почему ты что ты сделала хорошую идею ну почему ты в конце всегда добавляешь своей вот этой говнистости сейчас специально ну просто ну ты можешь сделать так и в любом случае не добавляй ни факов ни говна ничего ну может быть не такие страшные последствия как ты думаешь ты злишь же ее ты же понимаешь что ты ее провоцируешь и злишь она сейчас быстренько консультируется и говорит как как можно сделать так чтобы шокер вернуть так если она охреневшая вот тебе пожалуйста здравствуй сейчас опять темный придет вот тебе пожалуйста так надо готовиться к нему эй он сейчас придет васич ты где я здесь так короче ладно давайте 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 я его одену потому что не 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 подожди уже все назад пути нету все это война уже началось хрен с ним это война я не хочу этого подставлять давайте я один нет ты не того не будешь подставлять Лия мы вместе проголосовали все стоим мы должны сбунтоваться потому что это война понятно согласен вообще похрен никто не смеет нас обижать по каким причинам нас всех сюда и так обидели наши наши жизни испортили а теперь мы должны еще и это терпеть а где столом у нас у меня ручка в руках пускай выходит этот бензопилой друг Миланы значит так получается сейчас мы просто ждем последствия правильно и вместе я понял тебя но я не веду что если мы вывезем эти последствия тогда что так давайте сгруппируемся давайте сгруппируемся вот так у estuvива спина к спине спина спина к спине только не убегай иди сюда нет мы должны встать и стоять спина к спине чтобы на нас не могли напасть у меня ручка в руке почему ты будешь на диване за руку за руку мы как прям этих 300 спартанцев Макс просто Макс, встань, пожалуйста, спиной, пожалуйста, по-братски, ну. Это кто? Да, вот это я. Макс. Давай с Максом спина. С Максом встань. Ну и что? Встали вы, что ли? Вот смотрите, сейчас мы будем стоять и ждать в море погоды. Но если ничего не случится, что мы делаем дальше, ребят? Вы чувствуете холод? Да, конечно. Сегодня холодно, да, весь день стоит. Подожди, я не понимаю. Что-то есть? Есть? Реально, есть такое. Ну, сегодня с самого утра так было. Что? Что? У меня кто-то стоит. Где? Так, тихо. Ты оброняй меня, пожалуйста. Где? Вот тут прямо, нет? Здесь никого нет? Я не вижу. Точно? Ну-ка протяни руку. Я тяну уже давно. Подожди, это ты тронулась? Это я. Слушайте, ребят, а если начнутся проблемы, мы же все вместе будем их решать? Да. Ну все, отлично, хорошо. Хорошо, коль подписали, все, погнали. Кстати, прекрати сейчас не до этого, ты же видишь, не смешно. Кто смеется-то? Ну, в смысле? Где Лиха? Где Лиха? Лия, ты где? Лия. Я тут. А, ты здесь? Так, это кто? Это Юрец, это я. Хорошо. Подождите, где Макс? Вот здесь. Заметьте, опять же Миланы нет, да? Конечно. Опять ее нет, да. Да, кстати, Света нету, Миланы нету, опять ее нету. Тихо, тихо, а куда он светится? А, Лего, она пошла. Возможно, опять он полезет из печки, так что аккуратнее, я слежу за этим. Можно табуретку? У тебя табуретка здесь, да? У меня, у меня есть ручка. Слушай, а если он бессмертный, Вась Васич? У меня есть ручка. Ну, вдруг он какой-то хрен вообще непонятно. Вот бессмертный, не пробьет его. Ну, с чего вы решили, что... Тихо, тихо, тихо! Лия! Что? Это ты? Да. Что ты делаешь? С чего вы решили, что он сейчас вообще придет? Тихо! А, свет на хрена выключился. А что ты делаешь? В прошлый раз, когда пришел свет, выключился. Там где-то есть? Осторожно, Лия, не ударься. Так, что там делать? Лия, что ты делаешь? Вася, куда ты? Я здесь, здесь. Стой! Что? Что? Лия, это где? Я тут. Слышите? Что? 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 Вы не слышите? Нет. Тут что не слышит? Я ничего не слышу. Что это было? Что это было? Кто это? Я еще что? Тихо, 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 тихо. Как будто бы в окошко так, аккуратно. Три раза постучали. Тихо, тихо, тихо. Не слышали. Лия, кто? Я не могу помнить. Вы слышите? А, ну почему ты двигаешься? Не слышите? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну мы же не можем так в страхе стоять все это время. А что нам делать? Давайте найдем свечи. А где нам свечи? Спокойно. А где? Слушай, а этот чувак, который приходил, он какой-то, откуда он? Я не знаю. Но он... Он из другого времени, из какого-то, какой-то вообще нормального, реального, отличного. Он темный. Как? Это не мужчина и не женщина. А кто уже это? Это что-то. Такое, что ему все равно. Абсолютно. Он это просто делает. Он живой или не живой, не могу понять. Я не знаю. Но ему просто как будто бы все безразлично. И он хладнокровно это делает. Сказали сделать, и он идет делать. И все, он никак к этому не относится. То есть ему все равно. И если бы ему сказали кого-нибудь убить, он пришел бы убивать. И тоже, и хладнокровно так сделал бы, это даже не дрогнуло бы ничего. У него как будто в душе нет. И хрена вообще. Слушайте? А, что за шаги? Вы слышали? Ага. Что это? Не знаю. Шаги, да, были уже. Милана! Милана? 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 Может быть, это просто неповадки со светом? Давайте свечку. Со светом? Ну это как-то странно произошло. Слишком... Слишком странное совпадение какое. Это я сняла шокер и выключился свет. Так, подождите. Давайте мы идем сюда. Опять слышу? Тихо! 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 Тихо. Тихо! 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 Кто-то идёт! Слышите, дверь по-моему скребутся. Тише. Да ладно, хочешь что-то рассказать? Я с удовольствием послушаю. Вы все знаете, что в этом доме вас всех собрали не случайно. Как вы могли заметить, в этом доме происходит что-то необычное для вашей жизни в каждом. По условиям того, что происходит здесь, вы должны выполнять задания. Как только вы показываете свой характер, вы должны быть готовы к последствиям. Либо вы можете отказаться и не получить ничего, то есть потратить время зря. Либо что-то подобное, что происходит сейчас. Я не всегда смогу помогать вам. Вы должны это понимать. Те, кто собрал вас здесь, это не просто компания, которая хочет позабавиться. Они делают все не просто так. И если они будут делать что-то подобное, они не то, что имеют право, они будут делать то, что они захотят. Нравится вам это или не нравится. Законно это или незаконно. Ну это издевательство. Тот и человек вчера зашел с бензопилой. Это что? Это вообще? Как это возможно? Откуда у него ключ от нашего дома? Я не могу сказать пока ответ на этот вопрос. Хорошо. А вот этот электрошокер, это же ведь не задание. Это непонятно что. Но поступило вам откуда? Из печи. Из экрана. Вот информация о нем поступила с экрана. А то что еще поступает с этого экрана? Все остальное. Все два наши. Я имею в виду, что это вам всю информацию о завещании, о заданиях, о зрителях. Поступает с экрана. Также информация про этот шокер. Я смогу одеть его, если вам зачем-то это нужно. Но не я должна быть в нем. Вы согласились, вы приняли условия. Один раз мы спрашивали уже у Миланы помощь, когда Изоль доказала задание, то вообще плохо закончилось. И я его надел в итоге, помните? Да. Ну вот это и произошло. Как только вы будете показывать свой характер, они будут показывать свой. То есть получается, если я его не надену, то нас всех распустят и не дадут наследству, потому что мы какие-то условия договора нарушили. Это как один из вариантов. То есть может быть что-то еще хуже, да? Я не могу сказать, что будет, потому что я сама не знаю. Но я знаю, что если вы будете сопротивляться им, вряд ли это приведет к чему-то хорошему. То есть вы должны выполнять то, что они требуют. Да. А если мы как-то ослушаемся, то они могут нас наказывать, типа этого шокера что-то, да? Да. Вы же понимаете, что они могут делать все, что захотят. И бабуля это подписала, да? Они ее обманули? Она знала, что с нами будут так поступать? Я точно уверен, что бабушку обманули серьезно. И вся эта агентская контора бабуля бы не подписала бы такие вообще барбарские методы, чтобы... Своих родственников. Я сейчас предлагаю нас всех спросить. К примеру, все готовы, да, к вот этой фигне? Или мы просто сейчас говорим, что мы отказываемся и не будем этого делать всего? То есть мы отказываемся от наследства, и нам нафиг ничего не надо, просто выпустить нас. Или я сейчас одеваю шокер, и мы... Уж если я это сделаю, то мы сделаем все. Но это гребанное наследство получим. Ну, получается, просто смотри. Если мы решаем, решаем, что мы хотим получить это наследство, решаем, тогда, чтобы вот этого не повторялось, мы обязательно должны выполнять условия их заданий. Понимаете? Это понятно. Но если кто-то этого не сделает, этого не сделает, то получается, что мы сами виноваты в том, что они пока, по сути, показали нам, урок дали нам. Что если мы не сделаем, не выполним условия, будет вот такая хрень. По сути, чтобы не было вот такой хрени, надо... Ведь ничего страшного-то не было, если бы мы попросили смотрителей, а Милану не просили. Ведь ничего же страшного не было. Да, нам было плохо. Да, нам было херово. Да, у меня было паралич и это. Но по-любому, я думаю, смотрители как-то смогли бы нам помочь. По сути... И тогда бы мы выполнили условия. По сути, нам просто надо играть по правилам. Да. Которые нам предлагают. Да. Да. Нам просто надо играть по этим правилам. А, так эти правила могут изменяться. Мы даже не знаем, что это может быть. Мы тут только восьмой день, а это уже шокер. Это странно. То есть, а дальше доставим бензопилу или какие-нибудь кусачки и отрубят тебе пальцы. Ну, это в том случае, если мы не выполним условия, понимаешь? А если выполнять условия, то, в принципе, все нормально. Как бы и одна сторона довольна, и другая сторона довольна. Понимаешь? Это мы как бы сказали им, эй, смотрите, мы можем делать по-другому. Они сказали, да? Вот вам шокер. Хорошо. А давай рассмотрим такую ситуацию. Существует какая-то валюта, как вы всегда сказали. Какие-то палки, как это называется? Тиры называются. Тиры, да? Вот, например, человек забавит какую-то большую сумму денег за то, чтобы от тебя отрезала палец. Ну, не надо уж так нагнетать, такие серьезные взяла. Нет, а что? Ладно. Чего мы давайте решим тогда? Ребят, единственное, что я могу сказать, Вы должны помнить и знать, что Вселенная никогда не дает испытаний, с которыми мы не можем справиться. Ну, что мы решаем? Васич, ты готов отказаться от наследства? Нет, я не готов. Катерина, ты готова отказаться от наследства? Хотелось бы узнать, сколько там денег. Да, узнать бы размер наследства. По факту отвечай. Подождите, так сейчас получается хитро, мы принимаем решение, не зная. Да, и какие там деньги? Не знаю, что идем, или даже не знаем, сколько там денег. Нет, так нельзя соглашаться в темную, а вдруг там просто, я не знаю. Ну, хорошо, допустим, мы согласимся, если, будет ли момент, когда мы сможем, например, отказаться? Нет, не сможем. Милана, вы знаете сумму размер наследства? Ну, там тысяча баксов. Вы скоро узнаете. Вот, когда узнаем, тогда и скажем. Нет, в любом случае, какое бы там ни было наследство, ребят. Давайте сейчас решим. Вот прямо сейчас, быстро, бегом решим. Тебе нужно наследство? Да. Тебе нужно наследство? Ну, отвечай. Мне нужны большие деньги. Хорошо. Ну, ты готова за это наследство побороться сейчас? За большие, да. Тебе нужно наследство? В любом случае нужно. Тебе? Мне тоже. Ли, а тебе нужно наследство? Какое бы оно ни было, это наследство нашей бабушки. Это по праву принадлежит нам. Да, абсолютно. А не изоль диказ. Почему должны дарить изоль диказ какое-то наследство, которое по праву принадлежит только нам? Что, мы, значит, боремся за наследство? Боремся, ребят. Боремся. Ну, уже столько дней здесь, мы столько прошли уже. Мы сейчас не остановимся на этом. Что мы делаем с этой хренью? Надевай. Я? Тяжеленье. Тушит меньше. Тебе на руку. Что делать? Асхат. Ты хочешь носить? А можно ли по очереди? Ну, если мы решили. Все хотят у наследство. Ребят, а по очереди можно вот с пресса сбудить, да? Уизоль диказ. Смотри, ты понимаешь, какая штука? Если мы пытаемся найти эти по очереди или еще что-то. Она придумает что-то новое. Она придумает что-то новое. Все, я надел. Здесь, понимаешь, здесь как, ну, я не знаю, как это тупо объяснить, здесь как работа, по сути. Нужно исполнять условия заказчика или еще что-то. Это работа. Может, нам не надо это наследство? Ребят. Ладно, окей. Ну, просто мне нужно это наследство. Мне нужны эти деньги. Нет, ну, если я... О, свет. А дело сразу свет дали. Ну, это вижу было понятно. Ну, слушай. Что надо? Что надо нам понять? Сейчас нам главное, основное понять, и я надеюсь, что мы уже поняли, что нужно всегда выполнять правильно и точно условия задания. В них, слава богу, ничего страшного нет. Но когда мы начинаем как-то пытаться... И дверь те, они же все видят. Они как-то берут и нас... Да, дайте вы камер столько посмотрите. Конечно. Со всех ракурсов было все снято. Прекрасный леденок. Мы, короче, вообще не знаем, куда мы идем, да, вообще? И как мы это будем делать? Пока мы знаем, что есть наследство. Мы не знаем размер наследства. Вы понимаете одно, что мы... Столкнулись с тем, что человек хочет просто забрать наши бафки. Да. Значит, он будет делать все. Да. Чтобы мы эти бафки не будем перенесли. И вот здесь уже можно решить нам всем. Понимаете? Это игра. Шахматы какие-то. Знаешь, типа с ее стороны справедливо и с нашей стороны справедливо. Все очень тактично. Как только кто-то играть не по правилам, все, баста просто. А Милана что здесь сказала? В принципе, им плевать на законы, на это. На то, на сено. Они все равно сделают то, что захотят. Потому что мы хотим этого наследства. Мы с ними в игре. Мне это тоже непонятно. Как это так они сделают все, что они хотят? Ну, я надеюсь, в пределах разумно. Убивать же они нас. Валить никто не будет. Если вы хотели нас убийствами, то мы убили бы. Это разумно? Нет. Нет, это не разумно. Я тоже так думаю, что это не разумно. Ну, с логики их, это разумно. По сути, я сейчас не хочу сказать это. Я имею в виду, что мы сейчас, по крайней мере, поняли, что нужно играть по условиям, которые они предлагают. С их логики разумно, потому что они хотят забрать деньги. Да. Можно понять. Да, да. Просто, ребят, если я сейчас вот это вот буду носить, все странно очень. А потом придет какое-нибудь нелепое задание, типа сказать, ку-ка-ре-ку, я петух. Или что-нибудь еще на камеру там 10 раз. Ага. Ну, ты готов это сказать на камеру? Это же тоже нарушение условий будет, если ты не сможешь это сказать. Может быть, все... Я попрошу Юрца, чтобы он за меня сказал. Чтобы он сказал вместо тебя. Подожди, так мы же выяснили. Вот что ты будешь делать? Скажи. Вот я сейчас с этой хренью буду ходить, а потом скажешь, нет, я не скажу на камеру, что я петуха. Единственное, что я могу сделать, это помочь тебе вместе говорить ку-ка-ре-ку. И есть ли смысл, да? Ну, тогда надо всем отказываться. Снимать это и всем отказываться от наследства и развязаться по домам. Ну, потому что я такого сказать, ну, нет. Ну, ты что, меня не поймут. Вот, видите, уже включаются принципы. И есть ли смысл, да, в том, что я буду это носить? Вот из этих принципов мы все время и что-то там, да, попадаем. Вот. Потому что у нас принцип, да, принцип пошли. Как бы, если ты не готов этого сделать, хотя задание это не такое уж и сложное, это не шокер носить, это просто подойти к камере и сказать, что ты петух. Ого, нифига себе, для Васича. Я не готов. Васич, это вообще... Ну, так понятно. То есть он не готов, а я носил что-то для того, да? Да, получается, если я не готов, я не готов. Если ты не готов, тогда никто не получит наследство. То вы все автоматически не потеряете. Да, да. Понимаете? В том-то и дело. И поэтому, пока мы тут не провели год где-то, да, к примеру, может быть, просто откажемся сразу? Год, нифига себе, год это жестко, это много. Да, это я на скидку сказала. Да, это смешно, год. Нет. Да Новый год мы обязательно выйдем. Я планирую отсюда выйти через музей. Слушай, а с другой стороны, что такого сделать, что-то такое смешное задание? Ну, что такого? Ну, вот смотри, Васич, откажи на мне. Я пойду вот казуху по-любому, даже не уговаривай. Я тебе не уговариваю. Я этого делать точно не буду. Я пойду вот казуху, я пойду вообще из дома, когда вы всех потеряете наследство. Мне нахер, наследство такими, такими вещами, мне не надо это наследство. Ну, вот, видите? Хорошо, не надо так, не надо. Ну, все, тогда расходимся, ребят. Что? Все. Тушенка. А как мы разойдемся? Не знаю, просто скажем, все, мы отказываемся от наследства, забираем все себе и все, и мы расходимся. Ну, потому что смысл. Что это такое? Ничего, это наша плазма. Нет, нет, ну ты что? Дай-ка мне ножки. Что, что, что? Это Лия стоит. А что она стоит просто? Сюда, да, делаю качьи? Ребят, смотрите, что это? Завещание. Это плазма, что стоит ли я. Это сразу на кусочки надо. Мы сейчас ее раскатаем. А что, у нас нету ложки? Да. Так, мы, короче, делаем сейчас кашу всю. А что я хотел сказать? Я все-таки хочу высказаться. Так что, и когда нас выпустят отсюда? В таком случае. Ну, сегодня, наверное. Алло, телка. Так, ну что, ты сняла? Слушай, бака стоит в ту. Ну, Васечка не собирается говорить, что он петух, к примеру. Ну, сейчас это нет, зачем ты это говоришь? Я не буду этого говорить точно, поэтому надо расход делать. Тогда расходимся, потому что, если один не уйдет... Задание пожестнее. Ребят. Я этого делать не буду. Я еще раз говорю. На камере. Я этого делать не буду. Понятно? Как мы разойдемся? Открывай дверь, как разойдемся? Ну, все. Если, в принципе, они понимают, что если я этого не сделаю, пришлет, тогда, в принципе, пускай делают расход всего. Как расход? Ну, пусть нам Милане сказать. Никому там ключи пускай там. Мальчики и девочки. Ключи нас раскидывают. Мальчики, мальчики, мальчики и девочки. Мальчики и девочки. Можно скажу одну штуку? Вот чего мы, чего попаримся? Что вы задали задание о петухах? Зачем ты это говоришь? Ну, ладно, будет и будет у него задание. Мы что-нибудь придумаем сделать. Надо сейчас на мере выставления. Я сейчас, значит, буду носить этот шокер дебильный. Вась-Васичу 30, 40 лет. А потом Вась-Васич скажет, что он такой, ой, нет. И смысл мне его носить тогда? Вась-Васичу сколько лет? Просто разойтись сейчас тогда. Я услышал тебя, сколько тебе лет? Сколько тебе лет, Вась-Васич? Это взрослый мужик. Он подписывается на какую-то штуку. Значит, он знает, что он будет делать. А если будут у него какие-то проблемы, то мы как-то вместе их решим. Нормально, по-братски решим. Да, окей, еще неделю тут проторчим. А потом, что она в любом случае. Вот смотри, она уже слышала про это задание. Значит, это задание уже 100% будет. Понимаешь? Что? Что там дофли? Не знаю. Здравствуйте. Меня зовут Просковья Павловна Смит. Я родилась 2 января 1924 года в Смоленской губернии, в многодетной крестьянской семье. Во время фашистской оккупации в 1943 году я была угнана в Германию, где и познакомилась с английским военнопленным Майклом Смитом, который впоследствии стал моим мужем. После войны мы уехали в Австралию, где открыли свой бизнес. Этому бизнесу мы посвятили всю свою жизнь. И так получилось, что детьми не обзавелись. Пять лет назад мой муж умер. Я осталась одна. В тот день, когда вам зачитают это обращение, меня уже не будет. Как я и сказала ранее, у меня нет детей, так же, как и каких-либо прямых наследников. В связи с этим я обратилась в международную юридическую компанию Изольда Кац, где мне помогли найти дальних родственников – вас. Одному из вас, а именно тому, кто окажется наиболее достойным, я завещаю все принадлежащее мне недвижимое имущество. А именно, золотые рудники в Австралии, нефтяной бизнес в Техасе, апартаменты в Мельбурне, раньше в Западной Австралии, кофейные плантации в Бразилии, именную виллу в Ницце, средневековый замок Нонбург в Германии, а также принадлежащие мне ценные бумаги и финансовые активы в размере 100 миллионов австралийских долларов. Чтобы определить наиболее достойного из родственников, я поручаю юридической компании Изольда Кац следующее. Первое. Построить в России дом по детальному образу и подобию того, где я родилась и провела последние годы жизни в России. Особым условием при строительстве указанного дома является использование сохранившихся частей и предметов старого дома. Второе. Установить видеокамеры и организовать интернет-трансляцию, в результате которой зрители, наблюдающие за вами, помогут выбрать лучшего из вас. Я приготовила для вас задания, обязательные к выполнению, в результате которых вы узнаете историю нашей семьи и родного края. Если же зрители не смогут выбрать достойнейшего из вас или кто-либо из вас решит отказаться от наследства, все вышеупомянутое имущество перейдет на нужды благотворительности. Распорядителем всего моего состояния в этом случае я назначаю международную юридическую компанию Изольда Кац. Я в шоке. Кофейная плантация в Бразилии, в Ницинной бизнесе в Техасе, в Ницинной вилле в Ницин, треневековый замок в Германии, цены бумаги... Откуда у меня все столько? 100 миллионов австралийских долларов. Подождите. Я приготовила для вас задания, обязательные к выполнению, в результате которых вы узнаете историю нашей семьи и родного края. Одевай, Кошокер, дорогая, одевай. Подождите. Ты у Васича спроси сначала. Васич сам все понял уже, что я буду спрашивать. Так спрашивай, пока он не скажет, я не одену его. Что за бред? Давай бегом одевай. Серьез? Да. А 100 миллионов долларов австралийских, это сколько? Много. Васич, ты чего молчишь? Она ждет тебя. Катя, там в Гамбурге замок, в Ницце замок, в Австралии замок, в Ранчо. Ты сейчас можешь разговаривать? Я в шоке просто. Надо быстрее одеваться в шоке. Да как? Подожди ты, подожди ты. Куда спешить-то? Ну дай ты понять-то, что произошло-то? Ну куда ты бежишь? А Милана знает историю? Семьи. 100 миллионов. Подожди. Это сейчас серьезно происходит? Милана, наверное, знает историю нашей семьи. Почему так получилось и почему нас всех разбросало? Боже, 100 миллионов австралийских долларов. Задание обязательное к выполнению. А фотография связана как-то с этим или? Еще, оп-та. Да мне замок бы в Германии вот этот вот, в Лонбурге, да и все. Да господи, разбирайте эти бабки. А так он никто даже не предполагал. Я просто там себе поставлю студию нахрен огромную, позову всех своих корешей, мы будем там жить всю жизнь просто. А зарабатывать мы будем тем, что я буду вечеринки устраивать у себя в замке, просто в своем собственном замке и буду бабки рубить. Это получается не этот дом. Это получается искусственный дом такой же. Ты рубишь фишку, слышишь? Да я-то понял. Братец. Такой же, только новый. Даже можно вот это вот поделить между... Кофея есть в Бразилии, вот ты копья любишь. Заберя себе нахрен это поле. И все, и можешь кофе пить. Мне даже кто-то выиграет, может там деньги что-то. А вот эти бревна с рунами, они из того дома. Это как-то? Это, а где фотография? По детальному образу и подобию того, где я родилась. То есть этот дом специально построили, ребят? Это вообще не шутки. Это все на самом деле очень сильно серьезно. Подождите, так если специально построили этот дом, что такая Милана? Господи, господи. Реально. Понятно вообще. Почему тогда Милана сохранится из этого дома? Значит, это не ее дом? Охренеть. Охренеть. Это вот этот дом, но не этот. А как? Частично. Тут есть какие-то детали, которые от разрушенного дома, вот этого, остались. Хорошо, подождите. И взяли ее сюда. Хорошо. Нет, это в этот дом. А откуда, когда пришла Милана? Что-то парень. Что-то, что-то не делится. Непонятно. Мне непонятно. Откуда такое много бизнеса, такое большое наследство? Откуда у этой простой палом нашей бабушке такое, может быть, так много всяких бизнесов разных странах? 4 утра. Она значит такая была очень богатая, успешная женщина. Идите по самым страшным закоулкам, которые есть на... Мирового масштаба получается. В разных странах только... Телефон? Не факт, что плохо. Как бы, ну... Милана маленькая. Что, ты не хочешь ни средневековый замок, ни бизнес, вот это наследство? Ты ничего не хочешь, Васич? Ты сейчас прикалываешься? Ну, вопрос серьезно она подняла, понимаешь? А если, допустим, будет такое задание, через которое ты не сможешь переступить... Нет такого задания, чтобы я не переступила за такое наследство, Васич. Мне даже мой строительный бизнес уже в сторону. Что у меня имеется за такое наследство. Мне не нужно, даже сейчас, ну пусть он прогорит. Ты не понимаешь? Видимо, нет. Я не понимаю. Золотые, как там, золото... Подождите. Нефтяной бизнес, золото, нефть. Вы вообще, понимаете? Я не могу понять, а кому-то одному достанется? Это странно, конечно. Да даже одному человеку, мне кажется, мне даже столько много не нужно. Ну, просто это очень странно, знаете, вот так вот бороться, да, а потом кому-то одному достанется. Тогда бы, скорее, не достается никому, если мы не сможем его поделить поровну. Поделим все. Мне кажется, мы каждому... Ну, я бы поделил, мне столько не надо. Я бы деньги поделил. У меня есть вопрос. Здесь мы разделим, но точно мы не отдадим это изоль декадс. Это мы точно не отдадим, да вы что? Это, ну, как мы думали, домик там в деревне. Это не домик в деревне, и не просто там какая-то квартира, или... На этой фотографии ты. Одна и та же энергия, это не перепутать, но фотография старая. И дом как будто бы этот, но другой. Давно. И, знаешь, я видела, как мне снился сон. Маленькая Просковья, ей лет пять было. И ты, ты ее очень любишь, воспитываешь. Ты как няня ей. Приходила не няня, а сама как будто бы понимала, что в семье у них все плохо. Просковья в разных ботинках бежит к тебе, А ты как будто бы что-то ей достаешь из кармана, кусочек, и она так рада. А потом я видела, как пришли солдаты. Они детей всех разъединили, старших они застрелили. А ты успела Просковью забрать, и вы с ней уходите. И получается, что потом в восемнадцать лет ее отправляют в Германию. И она видела, как ее маму убивали. И ты это все видела. Это как? Я не могу понять это. Я видела тебя. Но это было давно. И никак в другую голову не укладывается, я не понимаю ничего. Что ты хочешь услышать? И готова ли ты это услышать? Подумай. Это было, да? Просто да или нет, скажи. Я потому что у меня уже башка взрывается. Потому что это же нелогично. Просто скажи да или нет, я потом придумаю, как с этим жить. Да, это было. А что я верю-то сразу? А вдруг тут подвох какой-то, короче, есть. Что ты сразу-то поверил? А если бы ты решил, что какое-то задание будет? А если бы не будет? А мы сейчас все... Понимаешь, если ты сейчас уйдешь, то никто ничего не получит. Поэтому никто не уйдет и отсюда не будет выполнять все задания, которые нам будут проходить. Я не... Все до одного. Что бы там ни было. Будешь как миленький. Нет, я просто подговорю. Нет, я тебе сказала, ты будешь как миленький. Хера, тебе. Здесь тебе еще никто не открыл и ты не выходишь. Вообще, вот это... Ну, я как бы не знаю, правда это нет. Понятно, да? Мне не верится, конечно. Иди, Илья, и относись в шоке. Это же как бы... Видеть. Говоришь, что ты тоже просто делаешь. Мы же можем как-то помогать друг другу выполнять задания. Сейчас мы не помогаем друг другу. Сейчас меня реально... Если тебе... Она реально меня немножко привела в чувство. Она... Вот сейчас... Она говорит, ты выездила так, что я засомневался. Понимаешь? Да, я хотел здесь быть. Хорошо. А она одни моменты взяла так, что я засомневался. Да, да. Понимаешь? Я засомневался. Я уже не думаю, находиться здесь или нет. Понимаешь? Да, тебе... Тебя вообще можешь... Это наврали. Что никакого насысления здесь нет. Понимаешь? Ты сейчас увидела эти бабки и все, тебя прям прет. Понимаешь? Конечно. А ты готова жрать говно. Все, готова делать или нет? Ты пришел здесь жрать говно. Нам же присылают виду. Ну, ты только что сказал, что ты будешь выполнять задания, как миленькие все. Вася. Я так не хочу. Подожди, но у тебя же есть дети. Вот именно. Подумай о ней. А если меня вольнут после того, я тебе еще раз говорю, это не шутки. Такую херь на камеру, когда тебя смотрит весь мир, говорит. Потом это, понимаешь, мне жить. С чего ты взял, что тебе будет такое задание? Ну, она же привела этот пример для чего-то. А спросить... Нет, я хочу такой вопрос. А мы можем вдруг задать? Единственное, что можно... Надо другу выполнять задания, помогать друг другу. Вот я и сказал, я и спросил. Я могу, допустим, чтобы это юрец. Потому что Юрцу, в принципе, не западло это сделать. Мне западло. Мне впадло такое делать. Понятно? Чего ты ржешь? Вася, да что ты так нервничаешь? Да я не нервничаю, я тебе вру. Мне западло. Такую херь делать. Еще раз тебе повторяю. Не вопрос, если это можно перекинуть на кого-нибудь. Допустим, у нульца будет какое-то задание. Если мне по понятиям я сделаю, как бы, понимаете, я сделаю для него. А не западло ли тебе столько замков, бизнесов, нефть, золото, не западло? Да тебе бабки сейчас глаза закрыли. Ты успокойся, ты взгляни на это нормально. Я тебе еще раз говорю, что мне потом жить. Мне потом жить. Понимаешь ты это? Тебе срать, у тебя бизнес там или еще что-то. А мне жизнь с людьми общаться. У меня семья, ребенок, ты понимаешь? Так двое детей. Да еще не факт, что будет это задание. Чего не факт? С чего ты взял, что это будет задание? Лея просто... Она привела пример очень хороший. Очень хороший. И если, допустим, допустим, можно будет, можно будет спокойно отказаться или... Успокойся, выдохни сейчас. Ты же можешь сделать себе пластическую операцию за такие бабки. Тебя никто не узнает. Да у меня, понимаете, безвыходное вообще положение. Потому что я вам не все сказал. Давай, говори. Я вам не все сказал. Если я сам отсюда выйду, меня вообще грохнут. Потому что у меня почти... Знаешь, почему меня сюда послали? Знаешь, почему? Потому что у меня карточный долг, за который меня завалят. Реально завалят. И я и выйти не могу, потому что меня завалят. Но если я эту ферню на камеру скажу, меня тоже завалят. Понимаешь? У меня безвыходное положение. Безвыходное? Поэтому здесь мы все вместе. Борь и спачки. Но ты понимаешь, петушат меня разводить на камеру точно, сука, не буду. Понимаешь? Если это... Если он мне поможет или вы, мы командой как-нибудь это сделаем. Допустим, тот же Шокер и еще все-таки базара нет. Я тогда не пойду в отказон. Я буду с вами. Но поймите меня, у меня безвыходное положение. Меня могут вольнуть. Либо если я выйду, меня вольнут. Потому что денег у меня отдавать, карточный дух, нет. А деньги большие я должен. А есть шанс их получить. У тебя сейчас эти деньги. Есть шанс их получить. Юрец, ты же можешь помочь за него выполнить это задание? Если ему такое будет. Чего сложного здесь в этом нет. Юрец говорит, поможет. Вы что еще думаете, ребят? Да я вообще давно уже не думала. Конечно, это очень выглядит честно, неправдоподобно. Вот если бы нам нужны бумаги, документы, чтобы было это все официально на документах, что это наследство. Мне сложно поверить, что в разных странах, в разных бизнесах столько замков. Это просто какие-то нереальные сейчас там цифры, нереальные дела какие-то. Не-не-не-не-не. Ну, пожара нет. Есть ли? Все реально, ребят? Вы что? Не-не-не-не. Ну, я думаю, что да, конечно. Никто не будет нас воровать из разных городов. Я уже все, я уже концерт устроил, я уже все, я уже там в замке, серьезно, я вам серьезно говорю. Конечно. Но нам все равно нужны какие-то документы, чтобы мы увидели, что это все по-настоящему. Как официально заверены нотариусами, мне нужны документы, подтверждающие. Хорошо, а если бы их не предоставить? Ты доверишься просто словам на экране, да? Нет, по сути ты права, документы хорошо было бы, если бы нам предоставили, потому что мы тогда хотя бы будем знать, что это нотариально заверено, что это не кидалово, реально не кидалово. Что это имеет юридическую силу. Да, что это имеет юридическую силу. Слушайте, мне нужны деньги, я согласна. Да мне даже сейчас мой строительный бизнес уже не нужно после такого, что написали. Ребят, мы должны бороться, это нам принадлежит. Почему мы должны давать? Нет, пока вы сейчас поняли. Я только сейчас понял, почему там написано. Там задания-то будут. Если кто-то один, не идут все. Вот только сейчас. Потому что мы реально по одному, мы здесь не справимся. И знаете почему? Именно командой мы сможем. Подожди, а у меня вопрос. А как же там написано, что наследство получит только один? Ну-ка мы должны командой дойти до него. А, то есть мы будем все друг другу помогать, и наследство получит кто-то один. Ну раз командой должны делать, нахрен, давайте просто... Мне кажется, одного это слишком до хрера будет. Слышите, ребят, вот серьезно, я сейчас серьезно настроен. Там столько бабок, мне плевать, что будет происходить. Нас кормят, мы живем в доме, мне похрену. Пусть делают, что хотят, там кто что хотят. Первое, давайте что сделаем, давайте нахрен, кто это наденет. Давай я надену. Ты вывезли шутки. А что? У тебя сердце слабое, давайте по очереди. Мужики, может вы наденете? Макс может. У меня давление, давайте я надену. Да нет! Да я надену. Просто если я тут коник вену, как бы мы все обошвемся, понимаете? Да нет, давай я надену. Да не парься, я уже привык к нему. Я уже привык к нему. Я уже привык, да не парься ты все. Все, Лея, не надо делать. Давайте по очереди. Не надо, не надо, не надо, не надо. Да ладно, что ты? Да нет, подожди. Я надену. Все, надевай. Два секунды, надену. Я надену, все, да я надену. Не, ну пожалуйста, да я. Успокой, Вась, успокой, Села. Наденьте кто-нибудь, пожалуйста. Васич, можешь быстрее надеть, пожалуйста? Давайте надену я. Подожди, он не тянется. Задание было мое. А мы опять делаем неправильно. Да, стоп. Мы опять делаем неправильно. Ей надо было надеть, давай. Мы опять делаем неправильно, реально. Ты прости, Лея, я без базара могу его надеть. Но если задание, если проголосовали, то носи ты. Простите, а девочки? Реально, блин, я забыл опять. Надо почистить этот момент. Мы можем помогать, задание делать. А как так-то, если будет задание, где девушке будет тяжело и плохо? Как? Как это делать, я не понимаю. Вот как она сейчас? Ребят, потому что вот именно так. Именно так. Именно команды мы должны как-то выходить из этой ситуации. Конечно. Я другого варианта не вижу. Вот реально. Вот сейчас, по сути, если ты в этом не поможешь, то я тебе помогу в другом, как бы, в том, что это плаш. Вот в этом помощь. Согласен. А, наверное, мы не вывезем просто. Реально, мы просто не вывезем. Все это подякнуло. Реально, бабки реально. Там ловыха какая. А если из этого еще делать веселуху? Вот какую-то веселуху. Чтоб нам было прикольно. Коль мы здесь, чтоб просто нам было весело. Вот просто весело. Нет, знаете, как надо? Плевай, будешь ты, буду я с тобой это делать. Ты уже не, ты уже не сидишь. Ты уже свободный. Да я понимаю, братан, братан, братан. Сейчас, давай. Ребят, самое главное, знаете что? Просто весело, чтобы было нам. Давайте. Весело и даже когда сложные задания, мы не должны показывать с виду, что нам тяжело. Потому что нам будут прислать еще больше таких сложных заданий. Нам просто не должно быть тяжело. Мы должны каждое задание делать круто. Да, мы должны всегда веселиться, да. Что-то придумывать и не говорить об этом слуху, что нам тяжело. И никто не должен заднюю, вот как, заднюю, да, сдавать? Вот это. Никто не должен этого делать. Если мы все делаем, то делаем это прям весело, круто, как можем, прям как умеем. И все. И все будет тогда круто. Если держаться вместе, нормально. Вон у Ахиллеса мермидонянцы были эти, воины его. Всего там, сколько их там, 30 человек было. Перебивали целые эти войска у троянцев. А эти не могли вообще толпой зайти сюда. Что, нормально работает же. Все нормально. Все сделаем. Нет, я думаю, да. Вот это дела, ребята. А я даже, знаете, даже, ты правильно говоришь, мне даже прикольно было. Помнишь, у меня задание было, чтобы под Есенина, под Есенина сыграть, спеть песню. Помните? Мне прям понравилось это. Хорошо. Слушай, слушай. Слушай, а какую песню ты делал? Знаешь, а мне даже не нужно вот. Что тебе не нужно? Ну, там, не, но спецтам не нужно, как бы, если, допустим, я бы выиграл бы там. Слушай, слушайте, это же стука денег. Ребята, вы вообще врубаетесь? Я не представляю таких денег. Если ты даже удивилась. Я не представляю таких денег. Слушайте, давайте тогда договоримся о том, что, если мы будем все друг другу помогать, что один кто-то нас не кинет, а то мы, значит, команда-команда, а потом дойдем, а наследство достанется кому-то одному. Это очень важно, она говорит. Когда кто-то будет один, достойный, получит наследство и потом поделит. Поделит. Он поделит на всех остальных. Это она очень хорошая мысль говорит, потому что, если мы в какой-то момент, а будет такой момент, где мы выдохнемся, Устанем и просто скажем, да похрен, мне надоело, я не хочу быть Такого нельзя будет сделать Вот если мы сейчас договариваемся, нельзя будет такого делать, серьезно И наследство мы делим Похрен, какое задание Делим на всех Мы доберемся все вместе туда Одному это все равно там очень много А что происходит? Надо договориться, если... А что мы делаем? Не знаю А что мы делаем? А зачем? По-моему, у нас есть более важные вопросы И как бы она постоянно занимается Да пусть ладно ставит Милан, если что, подходи к нам Короче, мы не должны просто Мы не должны этого делать Мы должны вместе все делать это все Вместе делать, самое главное Потом вместе разделить наследство Да, я знаю Чтобы не получалось Каждый человек в словах говорить Да, да, да А потом, как касается денег Это правильно Это правильно, серьезно Ты что, Лея? Лея, ты что? Да что, она сидит же, нормально же Нет Ей плохо Да, ей плохо Монтажнивает? Монтажнивает? Воды принеси Это из-за шокера? Не знаю Как у тебя потажнивает? Давай мне, давай мне Нет, нормально Ли Воды Хочешь воды? Неси, конечно, воды Неси воды Блин, а мы всю воду выпили Вот Васич утром сказал Нужна будет вода Нет воды А, есть Тебе больно? Вот Давай попей Попей, попей, попей Ну попей, чистая вода Моя личная Слюни не пускал туда Ничего Попей Попила? Хорошо, все В порядке все? Отлично Ну что, здесь же воздух Тошнит У нас кислородное голодание А как мы это сделаем? Это из-за этой штуки? Не знаю На втором этаже На втором этаже можно Открыть от ноги подышать Да, хорошая идея У меня рука Сейчас она что, успокоится, да? Растирать Что, немела рука? Растираем Блин, ну не зря Нельзя снимать Тут хрень Надо делать так, чтобы нам эту хрень Дать вообще никогда не дали А девочка, может быть, у нас с девочкой Можно будет снять Если только мы сделаем все, как надо Давайте грамотно все делать Да, ребята Ребят, давайте грамотно обдумывать Ошибаться здесь нельзя ни минуты Вообще ни одной ошибки Ни одной ошибки Да нормально все, хорошо Ли-ли-ли Ли-ли-ли Так, может быть, давай, хочешь, положим Приляг просто немножко И будет норм Все, мы тут Все в порядке Ну хватит издеваться уже, когда это прекратится, а? Ребят, пожалуйста Зачем вы так делаете? Это же девочка Девочка, хорошая девочка Что творите-то, ну? Держись Держись, держись Все хорошо Так Свозит прям, да? Так, что, бьется, да? Ну ничего, привыкнешь Держись, держись, держись Не надо ее жалеть прям Давайте Держись, привыкнешь Все нормально будет Я вот привык Потом же ничего Нормально Да Хорошо Меня хреначил, я привык Ага Вот это способ получения наследства Ага Вот это да Ну да Ну да, что поделать-то Так получилось Ну слушайте, там до хрена бабок, ребята Там до хрени Нереально Можно же поцепить Мне бы еще немножко денег С этих 100 миллионов Я бы просто налог за замок платил бы Нет, нет, нет Мы должны все заключить какое-нибудь заключение Ну как это, что мы все поделимся Договоренность Договоренность Каждый напишет Да, потому что когда у человека появляются бабки Он сходит с ума Конечно Да нормально все со мной Все со мной хорошо Все хорошо Все нормально Хорошо Как? Все хорошо Хорошо Хорошо, да? Все хорошо Что, может, уберем эти свечи? Чего-нибудь тут лежат? Значит, лежат Нет, не надо А, да нахрен Нет Ничего не трогаем Ничего не трогаем Эти свечи тут были Когда этот дом Даже этого не было Здесь Они здесь стояли Не трогали эти свечи Да Они появились из пола Выросли А давайте пнем их Нет, а давай не будем этого делать Нет, я тебя прошу Хорошо Давай, проходи вот по этому тоннелю В ту сторону Нет, ни в коем случае Проходи Нет, будешь? Нет, никто не будет Пока 100 миллионов австралийских долларов Я не знаю, кстати, перевод Мне кажется, австралийский доллар Примерно от 30 до 60 рублей Рублей, да? Мне кажется так Ну, может, меньше даже От 25 до 50 То есть, допустим, 1 миллион Допустим, берем по самому минимуму 25 рублей стоит 1 австралийский доллар То есть, за 1 миллион Это 25 миллионов рублей Что? Не поняла А если 100 миллионов Вышло, ребят От этой деньжечки Да, я сразу вас спросила об этом Нереальная цифра Я вообще-то в самом начале вас спросила Мне не ответили Что не ответили? То есть, сколько это? То есть, нужно 100 умножить на 25, да? Ну, 30 делаем на 30 А как это умножить? И сколько это? Это 100-300 миллионов? Да вы что, ребят Куда тебе такие деньги? Нет Это 3 миллиарда Это 3 миллиарда 500 миллионов 3 миллиарда? Рублей Рублей Помимо недвижимости еще Ферма Ты понимаешь? Ребят, миллиард это очень много А миллиард это сколько миллионов? Это значит, мы можем по 750 миллионов Каждый получить Подождите Подождите, а в одном миллиарде сколько миллионов? Подождите, с деньгами их надо сначала Ты их сразу не считай И пока успокойся Их еще нет И прийти к ним Это еще надо суметь Посмотри на нее Посмотри Подождите, а у меня вопрос А где могут храниться такие деньги? В банке? Я буду хранить его у себя в шкафу Я хочу весь шкаф набить просто бабками и забить Просто каждое утро вставать и брать оттуда деньги Вот что я хочу Я так и сделаю А один миллиард? Это сколько там миллионов? Один миллиард долларов? Нет, сколько там миллионов Это 999 миллионов Атас Да, это не тоже Атас Это вообще Это просто все Конечно делай себе А что Васи сделает? Не, ну это как? Пойму ничего Дай-ка ручку, пожалуйста Надо посчитать Да, один миллиард это Это сколько ты сказал? Это 999 миллионов Ну да А у нас таких получается будет сколько? Что? Так А у нас 100 миллионов Австралийских долларов Это значит Ну уже посчитали, что их У нас это 3300 Ух Это что там 8 Хорошо, так Это значит 100 Мы же посчитали, нет? Да, 30 Подожди Тихо Это нашел общий бабки Нет, это Правая рука Здесь же так ручка Обычно Как он так Где он вообще Защитка подпишет Тридцать 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 Нашли Повод посвеняться Нет, а ты всегда так делаешь? Или сейчас Да, всегда так делаю Пишешься Ну да Могу так Могу так Писать Вот так Вот так Мне еще нравится Как? Вот так вот пишу 130 Это Три миллиарда Три миллиарда Это Нереально просто Нереально Мне даже не снились Никогда такие деньги Это просто вообще Вопиющий факт В моей жизни Знаете, сколько Туфель можно купить? Ты можешь Не то что Туфель купить Ты можешь Купить заводы Я могу купить заводы Представляете Туфель Ты можешь Создать игру Ты можешь Заплатить Трем-четырем Странам Каждому жителю Чтобы они Играли в твою игру До конца жизни Ты можешь Играть Давайте Составим Какой-то Пакт О том Что Просто на бумаге Или как? Пакт Не создается Давайте Мы уделим На это Серьезный день Давайте Переспим С этими мыслями Хотя бы Как-то Вообще Поймем Что происходит Не сейчас Подожди Дай мне Я уже хочу Я уже все Купить Я хочу Я даже Куплю Я вас всех могу Купить Получается Как мы заговорили Может мы тебя Купим Я серьезно Вас купить Как мы заговорили Я хочу Купить вас Да Как ты Купишь Если мы Сами Тебе Купим Ну вот Я не понимаю Пока нет Бумаг Лидических Если честно У меня больше Информации Просто Ну я не понимаю А если Это все реально Мы можем через телек Получить какую-то Информацию Через телек Я не знаю Нам нужен интернет Или ибук Если есть возможность Вы можете Прислать нам Бук То есть Ноутбук Компьютер Какой-нибудь Просто чтобы Ну я же прав Нам реально Нужно Проверить Это все А Ты имеешь ввиду Что нам Телефон Что-нибудь Дайте Макс Может проверить В интернет В интернет Чтобы выйти Так Что нам Что-нибудь Надо Да Уважаемые Зрители Мне нужен Ноут Срочно Вообще Вот Срочно Прям Для работы Для проверки Мне нужен Ноут Я вас прошу Прошлите Какой-то Ну то есть Мне ноут Это нужно Срочно Если хороший Есть Возможно Писать Хороший Но вообще Нужен Любой Главное Чтобы там Был Интернет Чтобы мы Проверили Что это Это Вайфай Действительно Это так Да Я вас Прошу Я вам Все игры Покажу Самое главное Нам не игры Нам информация Для разъяснения Ситуации Нам нужна Обязательно Эта информация Только Ноутбук Да Макс Ты сможешь Все узнать Вычислить Да Я узнаю Зачем Зачем Это Дорогие Смотрит Смотрит Смотрители Можно Пожалуйста Нашему Максу Ноутбук Зачем Ты Милана Зажигаешь Свечи Никого Смотрит Реальны Реальны Бабки Которые Говорят Наследствия Если Они Реальны То Ребята Вы Понимаете Что Может Быть Если Мы До них Доберемся Или Там Тебе Хорошо Помню Ноги Мерзнут Я не знаю Как Вот Так Давай Давай Ты Сказал Что Поиск Мощность Лесла То Ни с кем Никогда Не поделишь Вот Я Так И сказала Да А теперь Если Получу Не я Его К примеру А ты А я Буду Тебе Помогать Какой Смысл Мне Тогда Тебе Помогать Подождите Только Давайте Без Этого Мы Договоримся Просто И Все Решим Надо А это Еще что Опять Вырубить У двух Дiling Раз П hayat the В В У В Дв força Ч В Р При В В Продолжение следует... 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 Продолжение следует...